Из-за боевиков остались без газа. Еще в июне во время обстрела в оккупанты повредили магистраль газоснабжения в Новоайдарском районе Луганской области. Без голубого топлива тогда остались более полутысячи абонентов. Теперь с приближением холодов им приходится буквально жить на дровах. Второй месяц осени подходит к концу, а жители прифронтового Крымского все еще без тепла. Из-за близости ведения боевых действий они лишились подачи газа еще летом. Это единственная школа в поселке Крымское. Когда-то учеников здесь было около трех сотен, теперь всего 44. В январе 15-го здание попало под сильные обстрелы. 1 апреля нас открыли, когда разминировали территорию. Мы здесь все убирали. У нас на школьном стадионе было три больших ямы от снарядов. Мы их засыпали. В школе не было ни единого целого окна. Крыша тоже была повреждена. Благодаря международной помощи восстановить удалось и крышу, и окна, и классы. Но теперь новый вызов. Школа без тепла. Работающая на газу котельная стоит без дела. Ведь топливо не подается. Сейчас строят новую. Будет функционировать на дровах и брикетах. Должна быть альтернатива. На такие случаи, как у нас. Ведь мы в состоянии войны. Нет газа. Пострадало все население и школа. Но если будет твердотопливная котельная, это решит много проблем. Международный комитет Красного Креста уже выделил на школу 20 кубов дров. Дрова нужны не только школе. Их развозят по всему поселку. Местные жители разбирают для отопления. Людмила Алексеевна давно на пенсии. Учителем в местной школе проработала много лет. Математику читала всю жизнь. До сих пор решает задачи. Только что он объем. Считай, сколько дров привезли. Говорит, когда подключили газ, это стало настоящим облегчением. Мы очень обрадовались. Сразу чище стало. Сразу стало как-то свободнее. Не так стало. Не нужно было уголь таскать. Не нужно было дрова. Восстановить подачу газа областные власти обещают уже в следующем месяце. Местные этого, конечно, ждут. Но признаются, еще больше ждут прекращения войны. Ведь пугает их не отсутствие ресурса, а не утихающие обстрелы. Ничего. Все будет. Перестанут стрелять и все будет в порядке. Вот так. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, ЮЭй ТВ